Въезжая в Керчь, которая сейчас главный ньюзмейкер не только в Крыму, но и стране, не сразу понимает, что именно здесь пошло не так. Люди привычно ходят по дорогам и ждут общественный транспорт на остановках. Но абсолютно четко улавливается безмолвное. Произошла трагедия. Обращают на себя внимание люди с цветами, а чуть дальше полицейские авто. Вскоре перед глазами предстает наспех сделанный монумент, тонущий от цветов с каждой минутой. Несут все старики, взрослые, дети. На бордюре рядом с пустотой в глазах сидит молодой человек. Он не учится здесь, однако знал многих, попавших накануне в кровавую мясорубку. Познакомились так через проблему. Одной девчонке украли телефон, чтобы она тоже расплакалась. Пришлось ее утешить, подарил ей колонку. И все и так познакомились с ней. И сейчас просто, когда сегодня утром увидел список, я поверить не мог, что она здесь тоже. Находиться рядом с монументом испытание для воли. От звука рданий на сердце холодеет. Подходят родственники. Вот посмотреть на внучку, второкурсницу Алину, которая вчера, как ни в чем не бывало, отправилась на занятия. Приходит ее бабушка. Надежда ожила в душе женщины до последней секунды, но жизнь оказалась более жестокой. Теперь девочка посмотрит на родных лишь с фотографии. Мы не могли в это поверить. Мы молили Бога, чтобы она была жива, жива, ранена, но только жива. Машины МЧС, следкома, полиции, Росгвардии. Сейчас все бьются над ответом на один вопрос. Мог ли парень, едва достигший совершеннолетия, перед собственной смертью примерить на себя маску Люцифера, в одиночку безжалостно лишив жизни два десятка сверстников и навсегда изменив будущее спасшихся чудом? Парламентарии же будут думать о реформах, способных искоренить беду с корня. На законодательном уровне, конечно, нужно посмотреть, что можно изменить, хотя бы уменьшив риск такого. Это новое зло какое-то, оно пришло вместе с интернетом, с этими фильмами, блокбастером, где людей десятками убивают в течение одного сеанса. Все это выглядит как какое-то достижение, какой-то прикол. Сразу знала, что это не может быть газ, как даже первой версии услышала, потому что технически понимаю условия. Но не могла поверить и до сих пор не осознаю, как студент, наш крымчанин, молодой человек. Вот так вот. Шок. Это место, где еще вчера звучал беззаботный веселый смех молодежи, сейчас скорее напоминает растревоженный осинный улей. Разумеется, здание крымского Колумбайна мы можем рассмотреть лишь с определенного расстояния. Оно оцеплено, на территории производятся следственные действия. Несмотря на то, что необратимая трагедия уже успела стать жуткой историей, Воздух и сейчас будто бы можно ухватить рукой от царящего напряжения. 23 пострадавших и 15 погибших так было в американском Колумбайне. Крымский жестокий убийца превзошел дикую статистику. Погиб 21 человек, в больницах еще 43. Многие в крайне тяжелом состоянии. Что толкнуло на такую дикость покончившего с собой 18-летнего Владислава Рослякова? Несчастная любовь, сюжет фильма, показавшийся студенту достойным подражания. Точную версию не дано узнать никому. У стен Керченского колледжа сегодня студенты, которых спасло чудо. Теперь они уже никогда не переступят его порог со спокойным сердцем. Страшно находить, потому что говорят, что один человек это все сделал, но почему-то не так, мне кажется. Сейчас вхожи в здание, которому было предначертано стать безмолвным свидетелем каждого жуткого мига, только те, кто способен, если не повернуть трагедию вспять, то хотя бы не допустить рецидивов. Каждый сантиметр здания в буквальном смысле под микроскопом. Любая деталь может натолкнуть следствие на новые версии, хотя людей от этого не вернуть. Убийце назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Пострадавшим в кровавую среду выплатят компенсацию из резервного фонда. Такое распоряжение опубликовали в правительстве России. Однако не деньги, а идеи могут хоть как-то вытереть слезы. Как не допустить убийств в школах? Как не воспитать новых Эриков Харрисов и Диланов Клибардов на крымской земле? Тарас Брезицкий, Александр Рыбин, Служба новостей ТВ, Керчь. Продолжение следует...